Очень хорошие новости. Государство поможет ипотечным заемщикам. И помощь эта будет оказана не за счет самих заемщиков, а за счет банков. Помощь предусмотрена на один год, начиная с 1 января. Сейм утвердил поправки к закону о защите прав потребителей, а президент Эдгар Сринкевич заявил, что не будет возвращать их на повторное рассмотрение в Сейм. И это несмотря на протесты самих банков и возражения Европейского Центрального Банка. По мнению ЕЦБ, люди и так могут платить по кредитам, а вот банки пострадают. Снизится рентабельность, а с ней и интерес инвесторов к латвийским кредитным учреждениям. Отчего так разволновался ЕЦБ? Дело в том, что эти поправки вводят механизм частичной компенсации роста процентных платежей, которые в последние полтора года улетели в космос. Естественно, такие поправки были приняты с боем, банки до последнего сопротивлялись. По новым поправкам банки и внебанковских кредиторов обяжут платить отдельную пошлину, из которой будет оказываться целевая адресная поддержка людям. Помощь можно будет получить при посредничестве службы госдоходов. Да-да, в это с трудом верится, но банки будут платить пошлину, а служба госдоходов из этого бюджета платить компенсацией ипотечным заемщикам. Подарков не будет. Конечно, процентная ставка не будет ниже той, которая установлена изначально. Но банки будут компенсировать рост кредитных процентов в размере 30% от ежеквартальных платежей по договору ипотеки, но не более двух пунктов от процентной ставки. Другими словами, вы по ипотеке будете платить меньше, чем платите сегодня, но не меньше, чем платили до повышения еврибора. Помощь предусмотрена для заемщиков, которые взяли кредит до 31 октября 2023 года, при условии, что остаток кредита не превышает 250 тысяч евро. А таких заемщиков у нас подавляющее большинство. Вот уже много лет слежу за законодательной деятельностью Сейма, и это первый случай, когда депутаты покусились на интересы банков. Недавний капитальный ремонт финансовой системы, конечно, затронул банки, но это было сделано под давлением международных структур, а тут внутренняя политическая воля. И это правда очень хорошая новость. Вереница всей безнадеги. Мы еще помним, как после ипотечного кризиса 2008 года люди не могли платить по кредитам и голосовали ногами, уезжая из страны целыми семьями. В этот раз правящие сделали правильные выводы. Немножко поздновато, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда.